Утро нового дня. Программа радио. Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня среда, 27 марта. С вами Наталья Яковлевна. Здравствуйте. Наш забавный календарь, как всегда в начале дня, настроит на позитив. Сегодня в разных странах и на разных континентах отмечают День Сыра и праздник цветения сакуры. Традиционный японский обычай любоваться красотой цветов, особенно вишни сакуры, называется О-Ханами. Это время, когда люди собираются в парках и других общественных местах, чтобы устроить пикник под цветущей вишней. Сегодня день причудливых названий песен в стиле кантри. Это веселый и неформальный праздник, когда можно оценить креативность и юмор авторов песен, который придумывает им самые необычные и запоминающиеся названия. Попробуйте и вы. Сегодня отмечается День обмена идеями между людьми о том, как лучше служить обществу и стране. А еще сегодня День каракулей, когда отмечают радость и удовольствие от рисования, которым может заниматься каждый, независимо от своих художественных способностей. Особенно это, конечно же, касается детей. Любое рисование развивает у них мелкую моторику, воображение и уверенность в себе. Сегодня День испанской паэльи. Это праздник традиционно испанского блюда, приготовленного из риса, мяса, морепродуктов, овощей и специй. Паэлью готовили фермеры и рабочие на открытом огне из любых доступных продуктов. Паэлья стала известна во всем мире своим восхитительным вкусом и красочной подачей. А вот День, который нас погружает в историю. Сегодня День Сьюарда. Это официальный праздник на Аляске. 30 марта в 1867 году госсекретарь Уильям Сьюарт подписал договор о покупке Аляски у России за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Многие думали, что Сьюарт совершил глупую сделку по поводу бесполезной земли. Но более поздние открытия золота, нефти и других природных ресурсов доказали, что они ошибались. На особом заседании в парадном зале Министерства иностранных дел России, проходившем при участии императора Александра Второго, было принято решение о продаже российских владений в Северной Америке. История показала, что ошиблась все-таки Россия. А чему еще учит нас история? Сейчас узнаем. Исторический хронограф Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 27 марта, отмечаются Всемирный день театра и День войск Национальной гвардии Российской Федерации. В разные годы истории в этот день происходили следующие события. В 1111 году объединенное русское войско во главе с князем Владимиром Мономахом наголову разбило половцев на реке Сольницын. 27 марта 1793 года императрица Екатерина II подписала манифест о включении правобережной Украины в состав Российской империи. 27 марта 1812 года в городе Курмыше Симбирской губернии, ныне Пильнинского района Нижегородской области, родился писатель Алексей Тимофеев. После окончания юридического факультета Казанского университета Алексей Тимофеев служил чиновником в Петербурге, Одессе, Воронеже, Уфе и в Москве. При этом писал литературные произведения в стихах и прозе, которые публиковались в журнале «Библиотека для чтения» и выходили отдельными изданиями. Многие его стихи были положены на музыку известными российскими композиторами. 27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну России. Именно эта война получила название «Крымской». 27 марта 1860 года некий житель американского города Нью-Йорка по фамилии Бирн, больше о нем неизвестно ничего, запатентовал штопор. А 27 марта 1878 года русский крестьянин, механик-самоучка из Саратовской губернии Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им, цитирую, «вагон с нескончаемыми рельсами». Так им был изобретен первый в мире гусеничный трактор. 27 марта 1923 года в селе Барановке, ныне Николаевского района Ульяновской области, родился герой Советского Союза Александр Горелов. В армию он был призван в апреле 1942 года и направлен на учебу в Туркестанское пулеметное училище. После его окончания прибыл на фронт в мае 1943 года. Известно, что после окончания войны Александр Горелов жил и работал в поселке колхоза Бат в Республике Таджикистан. 27 марта 1947 года родился народный учитель СССР Петр Головин. После окончания Ульяновского педагогического института он несколько лет работал учителем физики в Охотничевской средней школе и Вышеевской средней школе. Получил известность как учитель-новатор. В 1990 году организовал авторскую Всероссийскую школу повышения квалификации учителей. Петр Головин – автор более ста научно-методических книг и обладатель целого ряда научных званий и государственных наград. 27 марта 1964 года зафиксировано мощное землетрясение на Аляске. Погибло 118 человек. 27 марта 1968 года во Владимирской области произошла авиакатастрофа. При выполнении тренировочного полета погибли два советских летчика – Владимир Серегин и первый космонавт Земли Юрий Гагарин. 27 марта 1977 года на взлетной полосе аэропорта на острове Тенерифе, являющегося частью Канарских островов, столкнулись два огромных лайнера компании «Боинг». В результате столкновения погибло 583 человека. Эта авария остается крупнейшей авиакатастрофой в истории мировой авиации. 27 марта 1990 года в Лондоне в доме номер 221Б на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса. 27 марта 1999 года в ходе военной операции НАТО против Югославии югославскими силами ПВО был сбит американский штурмовик F-117. Это первая зафиксированная в истории боевая потеря самолета, изготовленного по технологии стелс, считавшимся невидимым для противовоздушной обороны. 27 марта 2011 года Россия перешла на летнее время. И дальнейший ежегодный переход на зимнее и летнее время отменен распоряжением президента России Дмитрия Медведева. У микрофона Наталья Юкозина. Я продолжаю передачу. Специальный репортаж. Начнем со страшной трагедии, которая произошла в Москве в концертном зале «Крокус-Сити». Жертвами теракта стали двое волонтеров-фульяновцев – Олег Павловский и Татьяна Абдулова. Вот такой трагический поворот. Они искали и спасали потерявшихся людей. Олег и Татьяна были волонтерами добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Олег пришел в отряд в 19-м году, Татьяну – в 20-м. Ульяновский отряд «Лиза Алерт» совместно с правоохранительными органами каждый год проводит почти 700 поисков пропавших и потерявшихся людей. Представляете, какому количеству людей помогли Олег и Татьяна, но сами в черную пятницу 22 марта спастись не смогли. Несколько слов о названии отряда «Лиза Алерт». Эта организация возникла в сентябре 2010 года, когда группа из 500 стихийно собравшихся добровольцев искала пропавших 13 сентября в окрестностях Орехова-Зуева пятилетнюю Лизу Фомкину и ее тетю. Обе скончались от переохлаждения. Добровольцы, участвовавшие в поисках, выступили с идеей создать поисково-спасательный отряд, который получил название «Лиза Алерт» в память о погибшей девочке и английского слова «Алерт» – сигнал тревоги. В минувшее воскресенье, в день национального траура, ульяновцы стали приносить цветы и свечи к специальному месту. Таким народным мемориалом в память о жертвах теракта в Крокус-Сити стал памятник герою России Дмитрию Разумовскому. Памятник находится рядом с ульяновским педагогическим госуниверситетом. Спецназовец Дмитрий Разумовский тоже погиб во время теракта, когда под шквалистым огнем в Беслане спасал заложников в захваченной террористами школе. Во время трагедии в Крокус-Сити у Олега и Татьяны при себе были документы. Так невольно они помогли другим специалистам быстро провести опознание. Уже на следующий день губернатор Алексей Русских распорядился оказать семьям погибших волонтеров адресную помощь. Об этом нам рассказал Дмитрий Батраков, министр социального развития в Ульяновской области. Во-первых, приношу им в Беке слово искренне. Сожаление о потере своих близких, данным двум семьям. Как только стало известно о том, что в теракте, который произошел в Крокус-Сити-Холе, задействованные наши соотечественники, было дано поручение губернаторам Алексею Юрьевичу Русских отработать с их семьями, найти их, оказать им всестороннюю поддержку. Мы быстро сориентировались, нашли и родителей, и супругов Татьяны и Олега. Подключили и наш центр социально-психологической помощи, семья, для того, чтобы психологи могли с ними проработать. Также сейчас мы работаем и поддерживаем бывшего супруга Татьяны, в связи с тем, что у нее остался несовершеннолетний сын. Планируется, что Олега и Татьяну доставят в город Ульяновск в среду, и здесь уже мы совместно с семьями будем отрабатывать то, какая помощь им требуется для захоронения. Сейчас мы собираем пакет документов для того, чтобы им оказать адресную материальную помощь. С семьями на связи продолжаем с ними работать. Татьяна и Олег оба из Ульяновска или кто-то из других населенных пунктов Ульяновской области? Мама у Олега проживает в Маинском районе. По нашим данным, она выразила желание, чтобы захоронение именно осуществилось в Маинском районе, в селе Новое Аненково. Татьяна проживала в городе Ульяновске. Быстро опознали и Татьяну, и Олега. А как это произошло, что так быстро их узнали? Наверное, с ними какие-то были документы, потому что очень много сообщений шло о том, что находились сумки, находились документы, и люди, которые покидали экстренно здание, возможно, оставляли. И очень часто в Москве люди ходят просто со своими документами, подтверждающими личность. И надо, наверное, иметь еще в виду, что и Татьяна, и Олег, они были участниками поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. И здесь у них есть свои контакты для того, чтобы быстро находить граждан. И в данном случае, видимо, это и сыграло тоже рот, что их достаточно быстро идентифицировали. Скорее всего, они, наверное, были на машине, то есть здесь могло быть и водительское удостоверение у кого-то из них с собой или у обоих. Поэтому, да, конечно, Москва – город такой, где так или иначе требуются документы периодически. Сегодня вечером в 19.20 прозвучит еще одно интервью с Алексеем Кольцовым, руководителем и региональным представителем добровольческого поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Он расскажет про Олега Павловского и Татьяну Абдулову. Радио России «Ульяновск» и Центр развития НКО при Общественной палате Ульяновской области представляет НКО. Путь к моему успеху. Вакцина от старости – так называется очередной победный проект хорошо известной в Ульяновске Марины Казаковой-Яшиной. Она руководитель автономной некоммерческой организации Агентства социально-культурных проектов. Это агентство ведет свою деятельность с 2005 года. Самые известные проекты Марины Казаковой – это театр для инвалидов-колясочников «Властелины колес». И второй проект – «Модное бюро 55+. Новый проект «Вакцина от старости» выиграл в конкурсе, который объявил Благотворительный федеральный фонд президентских грантов. Наш проект – «Вакцина от старости». Называется в скобочках – это самоорганизация пенсионеров Ульяновской области как способ сбережения психического здоровья. Например, работаем «Модное бюро 55+, и школа диджеев для дедушек». Такое большое название, но короткая «Вакцина от старости». У вас проект такого психологического направления? Да, да. Дело в том, что у нас проект имеет два направления. Первое, конечно, здоровье касается упражнения по профилактике деменции, когнитивных нарушений мозга. А второе направление – это хобби, самореализация, творчество. Мы моду не бросаем. Мы сейчас провели конкурс эскиза среди студентов. У нас будет называться «Толекто-молодильное яблоко». Просто мы немножко расширяем наш проект. Давайте начнем с деменции. С чем объясняется такой выбор темы? Вы знаете, сейчас по данным российской медицины, по распространенности деменции мы находимся на шестом месте в мире. И входим в десятку стран с наивысшими показателями. И на следующий год медики нам рассказывают, что это будет первая болезнь, от которой, в принципе, умирают люди. Это когда отмирает мозг. Когда люди не помнят своих адресов, не узнают своих детей. Это же горе для семьи. Это вообще беда. Мы, видимо, настолько сейчас все в компьютерах мало читаем, мало учим наизусть стихов, решаем примеры в уме. В общем, компьютеризация делает свое дело, как я поняла. И мы вот пригласили остеопатическую клинику Виталии, которая нам разработала специальную программу профилактики деменции. Вот каждую субботу в 12 часов мы в ФОКе или нет, занимаемся специальными упражнениями. У нас специальное анкетирование, тестирование наших женщин. Мы, конечно, и танцуем, мы занимаемся модельным шагом, но первые 40 минут мы занимаемся упражнениями по профилактике деменции, которые помогают нам запустить все наши сферы головного мозга в работу. Мы же понимаем, что если какой-то орган не работает, он отмирает, мы должны его нагрузить. И вот такая программа у нас в нашем проекте как раз и получила поддержку. Видимо, это насущная проблема во всем мире. Марина Леонидовна, я смотрю, вам пришлось переквалифицироваться и стать практическим медиком. Так вот эти 40 минут упражнения от деменции. Расскажите подробнее об этом. Ну, во-первых, мы теперь утром чистим зубы левой рукой, чтобы работала левая полушария. То есть мы должны каждый день что-то новенькое, свой организм, свои привычки привносить. Ходим другой дорогой, изучаем другие маршруты. Очень хорошо путешествовать, когда ты сам себе планируешь путешествия, покупаешь билеты, ищешь отели, какие-то разрабатываешь необычные маршруты. То есть когда мы свой головной мозг заставляем работать. Не как обычно, а что-то даем, новые задания какие-то. Это очень важно. Очень хорошо, конечно, помогает нам танцы. Вот мы недавно выступали в марте с твоим детелем. У нас специальный рисунок, кто вправо, кто влево. Шаги туда, шаги обратно. Это тоже очень-очень развивает. Приходится много читать, конечно, сейчас. Литература по профилактике деменции. Специальные упражнения на руки, на ноги, на координацию движения. Приходите, мы вас научим. Вы выиграли грант. Подробнее уже о стоимости гранта, что входит туда, какие условия? Ну вот как раз одна из частей гранта уходит на врачей. У нас еще индивидуальная работа врачей-психотерапевтов, вот клиники Виталия, где они тестируют. То есть они разговаривают с нашими дамами, спрашивают, какие у них привычки, какие у них хобби, чем они влекаются, как они живут, какая у них семейная жизнь. То есть у нас очень много денег уходит на вот эту поддержку медицинской стороны. И, конечно, у нас мы оплачиваем арт-терапию наших педагогов, фотошкола, школа диджеев для дедушек. Вот на все это у нас смета, в этой смете у нас специальные статьи, которые мы оплачиваем специальным людям. Под конец нашего проекта мы будем создавать фильм «Дорога к долголетию». Мы его, наверное, попросим и телекомпании «Волга» его показать. Распространим его в центрах активного долголетия. Ну, наверное, муниципальное образование отправим, где будет очень короткое интервью всех врачей, психотерапевтов, психологов, которые будут нам давать хорошие рекомендации, ценные советы для того, чтобы наш мозг не старел, чтобы мы красиво старели, чтобы мы старели ярко, активно, то есть такая была активная старость, и чтобы мы не болели вот этими болезнями Альцгеймера, Паркинсона, которые сейчас лидируют у нас. Ну, еще, конечно, хобби продлевает жизнь пенсионеров, подвигает старение, деменция, депрессия. И вот эта творческая самореализация, вдохновение, вот совместная работа, тренировки, вот новые друзья, общение, тоже все очень хорошо. Это тоже хорошее лекарство от старости. Поэтому общайтесь, хочу пожелать всем нашим пенсионерам и предпенсионерам знакомиться, общаться, ходить, кружки. У нас все бесплатно, все занятия бесплатно. Вот жду в субботу в 12 часов ФОК Венец, который мы всех принимаем. У нас нет никакого отбора, все бесплатно, пожалуйста, приходите, мы вас научим этим упражнениям, научим жить интересно, весело. Каждый понедельник мы рисуем в доме НКО, мы включаем хорошую музыку, релаксирующую, закупили хорошие краски, масляные, закупили все материалы, бумагу специальности, все это бесплатно, ничего не нужно с собой приносить. Вот на это все уходит средство. И в конце мы покажем нашим горожанам коллекцию одежды. Наверное, это будет День города. Мы будем выступать на наших площадках города, в парках, где мы заодно и расскажем, покажем результаты нашего проекта. Мне кажется, что уже настроение наших девушек 55+, уже хорошее, уже поднимается, они все подружились, это новые подруги, новые друзья. Мы общаемся, пока мы рисуем, мы можем петь, можем разговаривать, можем рассказывать какие-то истории из твоей жизни. Это все нас очень объединяет. Школа для дедушек-диджеев. Звучит, как бы сказала молодежь, круто! Что это такое? Ну, у нас пока мало дедушек-желающих. Хочу сказать, почему-то они стесняются к нам, дедушки, приходить. В основном бабушки занимаются в нашей студии модное бюро 55+. Но вот приходят у нас, есть пять человек пока, дедушек, которые осваивают технику, такой, знаете, курсы диджейнга. Буквально недавно у нас была встреча в клубе «Мед». Есть у нас такой ночной клуб, где профессиональное оборудование, они изучают, как работать с микрофонами, как общаться с публикой, как создавать танцевальные программы. Ну, мы надеемся, что они хотя бы в своей семье могут потом организовать такие танцевальные вечеринки или для своих друзей, где они включают музыку своего поколения. Той музык, которая сейчас, может быть, и не звучит уже в каких-то там концертных залах. Вот они находят эти записи, они делятся этим. Сегодня вечером интервью с Мариной Казаковой и руководителем агентства социально-культурных проектов прозвучит полностью. Борьба в городе Соликамск прошло первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Кирилл Глушенков стал победителем весовой категории до 72 килограммов. Антон Лазаренко стал вторым весовой категории до 97 килограммов. Поздравляем, ребят! Бокс. Всероссийские соревнования по боксу юность России среди юниоров 17-18 лет, юниорок 19-22 лет, девушек 15-16 лет, девушек 13-14 лет прошли в Пензенской области. В соревнованиях приняли участие 192 спортсмена. Результаты наших спортсменок Кристина Разина 48 килограммов золото, Жанна Казашвили 63 килограмма золото. Девушки завоевали путевки на первенство России в своих возрастных группах. И другие результаты. Никита Дворянкин 54 килограмма второе место. Матвей Мерчин 80 килограммов второе место. Кикбоксинг. В Саратове завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу в разделах лоу-кик, лайт-контакт и поинт-файтинг. Команда Федерации кикбоксинга Ульяновской области заняла на турнире первое общекомандное место. В арсенале сборной 52 награды. Чемпионат и первенство ПФО является отбором сильнейших спортсменов для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в мае в республике Дагестан. Баскетбол в Нижнем Новгороде завершился суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3 на 3 среди команд юношей и девушек учебных заведений среднего профессионального образования. Участие приняли команды юношей и девушек из 14 регионов ПФО, в том числе и Ульяновской области. В связи с терактом в Крокус-Сити игры турнира начинали с минуты молчания. Матчи прошли без зрителей. Победители суперфинала ПФО среди студентов по итогам турнира получили право участия и путевку на суперфинал АСБ 3 на 3, который пройдет в октябре в Москве. Этот проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Минифутбол Команда Платон представляющая Ульяновскую область на уровне Первой Российской Лиги стала победителем чемпионата ПФО по минифутболу. На четвертом заключительном этапе турнира наш Платон оказался сильнее хозяев из команд Империи Камня 12,5 и Волна ФФК 4,3 а также Саратовского клуба МБЛ 8,3 По итогам всех этапов ульяновцы набрали 24 очка и заняли первое место в числе шести участников первенства. Наставник команды Юрий Абдулхаков признан лучшим тренером чемпионата ПФО. Игрок Платона Антон Рудых с девятью мячами лучшим бомбардиром соревнований. Команда завоевала права выступить в финале первой лиги. Турнир пройдет в апреле в Ставрополе. Экспериментальная группа В Ульяновске начала работать экспериментальная группа, которая поможет молодым спортсменам стать чемпионами. Экспериментальная группа состоит из одаренных молодых спортсменов, которые уже хорошо себя проявили. В группу вошли сорок человек, которые занимаются олимпийскими видами спорта. На этой неделе глава региона встретился с ребятами и их тренерами. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений о словах, выражениях и ударениях. Здравствуйте! К скольким часам не подойти? До скольких вы работаете? Удивительно, но факт. Именно так, а не иначе произносится данное местоимение. До скольки это ошибочная форма, которая не употребляется в русском литературном языке. В грамматике русского языка используется форма слова скольких. Ударение в падежных формах местоимения сколько является постоянным, нагласным первого слога и не смещается на гласные окончания. Вот как данное местоимение изменяется по падежам. Именительный падеж сколько родительный падеж нет скольких дательный падеж известно скольким винительный падеж узнаем скольких творительный падеж интересуемся сколькими предложенный падеж заботитесь о скольких И на сегодня это вся информация. До свидания. Вкусно и полезно. Бета-каротин. Вот какую тему нам сегодня представит врач регионального центра общественного здоровья Лилия Кириллина. Бета-каротин. Зачем он нужен и где содержится? Бета-каротин – предшественник витамина А, ретинола, и мощный антиоксидант. Обладает иммуностимулирующим и защитным действием. Познакомимся поближе. Бета-каротин незаменим для нормальной работы организма. Однако только часть этого вещества превращается в витамин А. Считается, что из 12 молекул бета-каротина, лишь одна идет на производство витамина А. Оставшиеся 11 молекул трудятся на нашу пользу по-другому. Что делает бета-каротин? Действует как антиоксидант. Защищает клетки кожи от повреждений свободными радикалами и преждевременного старения. Питает ее изнутри, избавляя от сухости. Также считается, что это свойство бета-каротина помогает снизить риск развития рака мочевого пузыря, ротовой полости, гортани, дыхательных путей, груди, пищевода и толстого кишечника. Благотворно влияет на здоровье, обеспечивает профилактику снижения зрения, снижает риск развития катаракты. Положительно влияет на работу мозга, повышает внимание и улучшает память. Помогает заживлению ран и защищает кожу от агрессивного воздействия солнца. Способствует обновлению тканей кожи, слизистой желудка. Поддерживает работу иммунной системы. Антиоксидантные свойства бета-каротина создают своеобразный щит, который ограждает клетки от повреждений, попадания в них вирусов и возникновения воспалений. Где искать бета-каротин? Подсказкой станет оранжевый и красный цвет фруктов и овощей, в которых содержится бета-каротин. Это морковь, батат, болгарский перец, помидоры, грейпфруты, персики, дыни, абрикосы, хурма. Есть бета-каротин из зеленых растений. Щавели, шпинати, капусте, брокколи, горохе, зеленом луке, салате романа, петрушке и кинзе. Эти продукты хоть и не отличаются яркой окраской, но полезных веществ содержат не меньше. Полезный совет. Витамин А, в который превращается бета-каротин, относится к группе жирорастворимых. Это значит, что для усвоения в организме ему нужно помочь. Когда вы готовите овощи, богатые бета-каротином, всегда добавляйте немного растительного или сливочного масла. А в морковный сок можно налить немного жирных сливок. Так он станет более полезным. Вы слушали Лилию Кириллину, врача Регионального центра общественного здоровья. Программу «Утро нового дня» для вас провела Наталья Кузина. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Продолжение следует...